Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, здравствуйте, мои друзья. Я начну это действие. Я должен произнести тронную речь. Дело в том, что меня неправильно представляют люди. Они думают, что я бард, автор песен, и петь буду. Это немножко ложное впечатление. Я рассказчик. Когда меня принимали на работу в Лен-концерт, однажды был такой, комиссия выслушала мои песни, дала мне ставку артист разговорного жанра. Петь я не умею, потому что... Я рассказываю в основном. Весь мой концерт, это вся моя жизнь. И так как она связана с друзьями, с приключениями, я рассказываю и иллюстрирую это песнями. Песня — это бесплатное приложение к моим рассказам. Вот так примерно не отличается от всех остальных бардов нашей страны. Вот. И я представитель того вымирающего племени бардов, я зубор, это же маммонт, выкопанный изо льда, я ретро, привезенный здесь оттаивший, и поющий песни 60-х годов, 60-х-70-х. Я тогда начал писать и тогда же кончил писать. На этом вся моя творческая биография закрылась. Я... В те времена, в те времена, не было электрогитар, не было шестиструнных, двенадцатиструнных. У меня гитара, в принципе, семиструнная, просто таких не делают, у меня беспятые струны. Вот. И тогда самая дорогая гитара стоила 9,50. И мы не придавали значения умению играть на гитаре. Мы играли на гитаре очень примитивно, важно было поделиться песней. Мы песни сочиняли для узкого круга людей, не для фестивалей, не для концертов, просто для компаний, для друзей. И учились друг у друга. Вот я слышу, поет человек песню в экспедиции. Мне нравится песня. Я подхожу к нему и говорю, как мне научиться играть на гитаре. Он мне показывает пять аккордов, и я всю мировую музыку укладываю, эти пять аккордов и пою. А потом надоедает петь, я сам сочиняю две песенки. Ко мне подходит такой же специалист, я его обучаю пить аккордом. И так мы размножались делением. Не придавали значения. Александр Аркадьевич Галич даже сказал, что гитара, в принципе, мешает стиху, поэтому я, говорит, играю мало. Александр Аркадьевич и Галича спросили однажды, почему вы такой взрослый, не умеете играть на гитаре. Галич молча сел за рояль и блестяще сыграл голубой прелюд Гершина на рояле. И сказал, что я в 10 лет музыкального образования, я намеренно убираю гитару, чтобы она не мешала словам. Вот такой был подход. Сейчас все изменилось. Сейчас гитары 12-струнные, жутко дорогие. Все играют на гитаре как дольский. Покончали музыкальное училище, но мне кажется, что где-то главная искренность взаимоотношений в песнях немножко потерялась. Стало больше исполнительства, чем мысли. У меня так кажется, потому что я старый. Не 62 года, я старый, и блудень. И, короче говоря, я не собирался песни петь. В те времена у нас все парды были людьми обеспеченными работой. Песня была хобби. Все, как ни странно, у нас люди с техническим образованием. Сплошные кандидаты и доктора наук теперь. Глазанов доктор технических наук, Дулов доктор химических наук, Генкин кандидат химических наук, ну и так далее. Самый высокий у нас Городнинский. Он был доктором геофизической, геологической наук, короче. И теперь он академик, член-корреспондент Академии наук. У нас есть один поющий академик, чем мы жутко гордимся. Я среди этих умных людей, как белая ворона. Я закончил институт физкультуры имени Лезговца с отличием. По специальности достаточно популярный здесь в Израиле я тренер по фигурному катанию на коньках. Если хотите, я могу здесь и поработать. Дальше, значит. И песни опять не собирался. Я даже и думать об этом не думал. Я играл в любительском джазе, в дикселинде, на барабане. И пел, как мне казалось, на иностранном языке. И больше ничего я не знал. И вот летом, а раньше нельзя было безработным быть, это Туниастом называлось. А у меня работа кончалась в марте. И я был назначен, чтобы не менять штаб в паспорте, директором пляжа. И каждый лет я директор. Я следил за тем в пляж Петергофе, чтобы песок не украли. Больше мне ничего не принадлежало. Кроме песка. Я сидел на этом песке, это была синяя кура. Я плачал маленькие деньги и ждал октября. И вот в это время, когда я сидел на песке, в 63-м году, ко мне явились два человека, мои друзья. Это Женя Айзен, такой поэт-геолог, и Лев Горбовский, известный достаточно поэт, тоже геолог. И, значит, Женя Айзен говорит, Юра, ну что ты, если молодой, здоровый парень, сидишь здесь на песке, поехали с нами в экспедицию, с геологами. Там интересно, тайга, семей. Я говорю, я ничего не умею, мы-то рабочим, там медведя научить можно, таскать будешь рюкзак с камнями. И я поехал, рискнул. И вот тут на меня, как с неба, упали песни, которые я никогда не слышал. Целый плац культуры я проскочил незаметно. Я жил в Петергофе, я пригород, не в Ленинградске, там всего в пригороде. И это были песни Булата Куджавы, Новеллы Матвеевой, Александра Галича, Юрия Висбора, Ады Якушевой. Это было как с неба. Я не знал, что такие существуют умнейшие песни. Я потерял интерес к джазу временно. И пел только эти песни. Мне стали давать эти ребята, раньше геологи были очень умные, и знали все. Вот они мне стали обучать уму разуму, они стали давать мне сам из дата, рассказали про процесс Бродского и так далее. Я умнел на глазах. И когда я поумнел, я сам придумал две песенки. Я сейчас их не пою, потому что стыдно. Их никто не поет по этой же причине. Но в следующем году я снова поехал в экспедицию. И мне доверили сопровождать трактор на открытой платформе товарного поезда. Вот ехал я с этим трактором в Сибирь к этим ребятам и от полноты чувств совершил опрометчивый поступок. Я снова придумал песню. Это стоило мне карьеры. Я 25 лет работал тренером, 12 мастеров спорта выпустил, работал вместе с Москвиным. Сидел бы сейчас в Париже и смотрел, как мои воспитанники катаются. Я получал деньги в 30 раз больше, чем сейчас. Тогда была уникальная профессия. Нет, я написал песни. И все это сгубило меня. Я стал песней петь, стал чеховский вопрос, кто ты писатель или врач. И я стал, так сказать, писателем, то есть, который я могу. И вот на платформе товарного поезда я придумал песню для себя, для внутреннего употребления. Я не знал, что с ней произойдет дальше, но знал, зачем еду. Так ее и назвал, за туманом. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду, а я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память грустней, возвращенные долги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Гитарку погромче. Ну вот, из этой маленькой, незамысловатой, незатейливой песенки двухкуплетной начались невероятные чудеса. Я приехал знаменитым, то есть не я, а песня. Она раньше меня пробралась из тайги в Ленинград и как пожар пошла по стране. Ее запели на улицах, ее пели в метро, ее пели в электричках, ее пели в ресторане, там переделали на фокстроты, танцевали под нее, пели так, понимаешь, это странно, очень странно. То есть она стала популярна. Со мной стали здороваться поэты. Но поэтому эта песня почему-то не понравилась. Мне еще привез несколько песен. Глеб Горбовский тот же сказал мне, что песня за туманом лишена поэзии. Поэзия, сказал Горбовский, состоит из сравнения и определений метафор. У тебя, говорит, глаголы существительные и междометия. Есть, говорит, два вынужденных определения, которые тебя не украшают. Первое, это законченный чудак, а второй, говорит, невозвращенный долгим. А долги, говорит, надо возвращать. Два раза за, говорит, за запахом тайги. Это же, говорит, ни один редактор не пропустит. А я егать. Три гласные подряд. Это орфография. Ну, независимо от этого, меня неожиданно в мои месяцы через зиму позвали и сказали, что я победитель первого Олеградского конкурса туристской патриотической песни. Я сказал спасибо. Я не знал ничего ни о конкурсе, ни о туризме. Меня выдолкнули на сцену. Это сделал Булата Куджава, но из-за других песен. И он же сказал, теперь пой сам. С этот момент я стал петь сам и пою пока еще есть чем. В следующем году я снова поехал в экспедицию, получив такой аванс. Задача написать что-нибудь такое же, как за туманом. Но песня получилась грустная. Житейские неурядицы. Потом не первый раз еду. Тема осталась та же. Еду за туманом, но с другим настроением. А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь, сойди с ума, лучший способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, знак рисует, вердит вопрос. Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? А поезд длинный, смешной чудак, Изгибаясь, твердит вопрос. Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? Заблудилась моя печаль Между пихт и берез. И не действует по ночам расстояние наркоз. Расставаясь, шептал пустяк. Ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так. Что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, Рад стараться, твердит вопрос. Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? Ариэлен хотел лететь Ни любви, ни забот. Или в горы, как олитет, Уходить каждый год. Вбив колено, тоску, кулак, Удержи от ненужных слез. Просто что-то не так, не так. Что-то не удалось. Ах, поезд длинный, смешной чудак, Как замучил меня вопрос. Что же, что же не так, не так? Что же не удалось? Когда я приехал, меня позвали и сказали, Что я победитель второго конкурса туристской песни. Мне эта идея понравилась, Я стал ездить каждое лето, Тем более удобное положение. И ты поешь, и тебя заочтем награждать. Ехал я, ехал, и добрался я до рудника Тимиртау. Есть такой рудник в Кемеровской области. Тимиртау в стороне 4. Самый большой в Казахстане. Тимир на тюркских наличиях значит железо, Тау значит гора. Если находят железо вместе с горой, Дальше воображение не идет, Называют Тимиртау. Поэтому их 4. Вот в этом маленьком Тимиртау Я работал и жил в общежитии. Ну, с геофизиками, да, в шахте, под землей. Там было 3 общежития. Одно из них мужское, Называлось условно Лондон. Местное население. Второе было женское общежитие, Называлось, естественно, Париж. Третье было смешанное, Называлось очень точно Рио-де-Жанейро. Вот в этом время жил я. Я пришел к геологам девушкам, Просидел с 8 до 11 на краешке постели. Мы говорили в итальянском кино, Но другие интересные темы. А в 11 меня оттуда выгнал дежурная по этажу. После 11 в женских комнатах по правилам родников нельзя находиться. Чаревато. Я вышел, как-то отреагировал, Написал песню о том, Как я сидел с 8 до 11 на краешке постели, И о чем мы разговариваем. Сначала эту песню долго-долго приписывал Владимиру Семеновичу Высоцкому. Он ее знал не до конца, Никогда не пел, не записывал на магнитофон, И у него спрашивал. Просто к концу дня у нас голоса по фактуре сближались, А раньше это были плохие, И магнитофоны тоже бы иногда вдвоем выступали. Происходит паутница. Сейчас стало еще хуже. Эту песню стали приписывать иммигрантам, В основном американским. Вилли Токареву, Гулько, Швутинскому. Но ее поют, действительно, в ресторанах ее поют не только в Америке, Но и в Париже. Но ее Гулько записал с оркестром. Вот эта запись гуляет в стране. И если она вам когда-то попадалась, То эта песня называется «Гостиница». Это не гостиница в Нью-Йорке, Это простое общежитие, вроде Кетти Мертал. А почему гостиница, я сам не знаю, Я размечтался так, Я никогда не жил в гостинице, дай-то мой. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, На кровать присяду я, ты подвинешься, Занавесишься ресницей занавескою, Хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресницей занавескою, Я на час тебе жених, ты невестою. Бабки лета так и быть не обидится, Всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского, Переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов тумана в глазах укор, Обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю-люблю, на истерике, Невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится, Как ты любишь голубой мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, Так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою, Было небо голубым, стало розовым, А я на краешке сижу и не подвинулся, Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Я на краешке сижу и не подвинулся, Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Больше мне времени давали. Песня оказалась вредной, Похадной, никого не дужной, Как все было объяснено. Но я все равно продолжал песни писать, И я придумал песню для туристов. Я победитель четырех конкурсов туристской песни. Одного даже всесоюзного. Но я никогда ни в одном конкурсе Сам лично не участвовал. И ни в одном туристском походе Я в жизни не был. Я был в геологии, был, так сказать, в интуризме. И сейчас, из которых это совпадает. Но туристов я полюбил. Они мои друзья, Боря Полоцкин, Дважды мастер спорта, мой тоже друг. И я написал туристскую песню. За десять минут написал. Просто по заданию для себя. А она, оказывается, долго живет. И вот сейчас ее еще поют. Называется она «Говоришь, чтоб остался». Я ее слышал по телевидению, В передаче «Земля сибирская». Показали общежитие буровиков в Сургуте. Молодой буровик снял гитару со стены И запел эту мою песню. Я обрадовался. Журналист, который вел программу, сказал, Что этот молодой буровик спел свою собственную песню. Мне стало приятнее вдвойне, Что песня стала народной. Никто не знает, кто ее написал. Из-за того, что нас 25 лет Не подпускали к официальному микрофону, То есть, я имею в виду радио, телевидение. И пластинки. Мы пели где угодно, Но только не на этих каналах. И в лесу, в основном в лесу. Там и слеты были, В основном на квартирах, Там для друзей. Иногда в студенческих залах. Иногда даже на заводах. Там для ИТР в основном. Короче говоря, мы пели везде. А вот из-за этого происходит путаница. Но теперь, когда мы на гребне волны, Недавно был забавный случай. Значит, когда уже все можно, И мы там самые главные действующие лица. Сейчас Бардов больше, чем людей любой профессии. Там все с гитарами кругом. Это не только у нас, И на Западе так же. Ну, короче говоря, Мы выступали, Марш мира назывался. Почему Марш мира, Я до сих пор не могу понять. Это было лет 6 назад. Никаких событий военного плана не было. И ни одной военной песни не было. Возьмемся за руки друзьям программы. Во главе с Акуджавой. А Акуджавой, значит, Там был Иваник Егоров, Женя Клячкин, Потом Олег Митяев, Леня Сергеев, Войва Ахнюк, Я. В общем, много нас ездило. Хорошая компания. Мы ехали от Казани до Москвы Через Свердловск, Челябинск. И вот выступали мы в Татарской СССР. Казань, это татарь. Выступали на обежных челнах. Вечер уже. Звезды на небе, черное небо, Как крыша. А на стадионе открытом 38 тысяч по кругу сидит Татарская СССР. Посередине помост, Освещенный прожекторами На футбольном поле посередке. Выходишь в лучах прожекторов, И один поешь на 38 тысяч. А вел все это Альфред Тальковский. Он так вел. Он споет под гитару, Он сам с гитарой. Кусочек песни вызывает автора. Дошла очередь до меня. Фред спел. А я еду, а я еду за туманом. И сказал молчащим тысячам. Сказал, кто написал песню за туманом? Думаю, что вся татарская СССР сейчас откроет, Вдохнет и скажет, Кукин. Он скажет, вот он. И эффектно выйду я. Эффект оказался непредсказуемый. Люди подумали, что надо отвечать в рифму. Он очень четко сказал, как гури-мэ. Он сказал, кто написал песню за туманом? Все вдохнули, и хором Тухманов. Я полчаса выпутался, что я написал. Вот такая песенка, которая туристская. Говоришь, чтоб остался я, Чтоб опять не скитался я, Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна. А мне в дороге далекие И маршруты нелегкие, Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна, чтобы жить километрами. А не квадратными метрами Холод, дождь, мошкара, жара Не такой уж пустяк, Что пустать от усталости, А не от собственной старости И грустить об оставшихся. А себе не грустя, Пусть лесною Венерою Бихта лапкой по нервам бьет Не на выставках на небе Изучать калера. И чтоб таежные запахи, А не комнаты затхлые, И не жизнь в кабаках Рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, Чтоб опять не скитался я, Чтоб восходы с закатами Наблюдал из окна. А мне в дороге далекие, И маршруты нелегкие, Да и песня в дороге мне Словно воздух нужна. Ну, я стал героем туристской песни. Ну, туристы сразу все. Раньше туристами назывались люди, Которые ушли в леса. Тогда был побег интеллигенции в леса, И мы там все собирались, Фестивали в леса. Поэтому называлось туризмом. Песня за туманом же не туристская песня. Там полным-полно набитые в дорогу Чемоданы. Видят, туристы шастые, Петаге, чемоданные руки. Ну, это была чисто туристская песня. И меня туристы полюбили. Я, значит, познакомился со многими туристами. И знаешь, такой туризм. Туризм бывает разный. Туризм бывает маршрутный. Это когда под лозунгом Побольше взять, подальше отнести. То есть по всей стране люди идут с рюкзаками, Несут груз с места за тысячу километров. Есть туризм водный. Тва варианта. Первый, то же самое, на лодке отвезти. А второй, другой вариант. Это когда человек покупает каюту в пароходе, Который будет идти по Волке, круизный пароход, С любовницей или с женой Садится в прекрасную каюту, А остальные деньги полагается пропить. Затем бывает туризм, который мне нравится. Интуризм. Я только что был в круизной поездке, Правда, как веселяющий народ. Народ, там у нас девчонок был, артистов. Турция, Греция, Италия. Интересный туризм. Затем есть туризм базовый. Это когда все приезжает на туристскую базу, И там все туризмы вместе соединяются. Везде полагается и пить, кроме маршрутного туризма. Затем существует еще фестиваль туристской песни. Вот, скажем, Грушинский фестиваль в Самаре. Я был позапрошлым году там на фестивале. Там, значит, было человек 1100, наверное, на этом фестивале. И была плохая погода, шел дождь. И туда завезли еще в бездну рояля. Рояль это спирт такой американский. Все это смешалось вместе с дождем. Этим потоком обрушился на этот фестиваль. Вот. Я член... Фестиваль имеет познавательное значение не только для самих конкурсантов, но и для членов жюри. Я не был членом жюри, я не умею быть членом. Я здесь вот стал членом жюри, это условно. Я добрый, в принципе. И я хочу дать первую премию всем, мне жалко. Поэтому из меня не получается жюри. Поэтому я там был почетным гостем, я так сказал. Буду почетным быть на этом Грушинском. И я не участвовал в жюри. А с первого тура, как ни странно, улетел... Там три тура. Сразу же сняли... Женю Калашникову. Такой есть человек, написавший, на мой взгляд, очень интересную песню. Поскольку год спустя, не в другом городе спели, Калашникова никогда в жизни не видел. И мне песня понравилась. Она напомнила мне все эти воловские приключения. Такая интересная песня. Она, во-первых, норовоучительная, во-вторых, она трагедийная, а в-третьих, она смешная. Тут такой трагикомедия. Вот я эту песню спою. Женя Калашникова, город Тольятти. Песня написана в стиле базового туризма, так сказать. Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Сейчас такой... Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил, я с утрашки долбанул, что нам рифы, что нам мели. Развлекались, как хотели, возмужали, загорели. Правда, Вачка, утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл и хнул. И тройного влил в аорту. Сразу видно, парень тертый, спецотличник, мастер спорта. Правда, тоже утонул. Прибежал директор базы. Не видали водолаза? Все духи украл, зараза. Всю похмелку умыкнул. Ох, найду, кричит, и в катер. И с разбегу дернул в стартер. И умщался на фарватер. И там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник. Здесь бермудский треугольник. За покойником покойник я, как крик, но караул. Из кустов в одном погоне, весь в ремнях и самогоне, Прибежал полковник Бронин. Это сразу утонул. А потом тонули ходка. Врач и повар с пьяной теткой. И рыбнадзор тот вместе с лодкой. Ну, а к вечеру вообще. Два директора завода. Все туристы с парохода. И, главное, канули как в воду. Ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился. Он ничуть не удивился. Говорит, ты че взвесился? Глянь на Волгу. Вон она. Там на медне посередке затонула баржа с водкой. Мы же сплаваем в охотку. И нырнул. И тишина. Ну, еще одна песня на эту алкогольную тему. Значит, когда я приезжал в Ленинград, я продолжал писать песни. Но они изменились, стали городскими. У меня только одна деталь осталась навсегда. Я всегда пишу про себя. У меня нет песен про Родину. У меня нет песни про Ленинград. У меня нет песни про любимую женщину. Нет, нет, нет. Все про себя. У меня культ личности. Я все про себя пишу. И вот каждый герой, каждый моей песни, персонаж, положительный или отрицательный, это всегда я. Вот в этой песне будет печальный человек, попавший в тяжелую ситуацию. Это человек я. И в этом грустном состоянии меня застал мой друг, баснописец ленинградский Юрий Тель. Он пришел, увидел мое печальное состояние, сел за стол и написал стихи гениальные. А я, значит, ему кое-как помогал в этом деле. А я к этому делу придумал не менее гениальную музыку. И так, значит, где мы в этой песне мы призываем гуманизму, доброте, любите друг друга и не оставляйте в беде одного, а помогайте наоборот. Вот. Значит, слова Юрий Тель, музыка Иганн Себастьян Кукин. С одним человеком случилась беда, друзья от него отказались. Не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он грустно живет, а помощи даже не просит. И я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно бросит. Пот заливает, глаза, ничего, скоро он кончится. Тут вытирать пот нельзя. Это, как правило, как, если вытаешь палатку, то уже начинает оттуда капать. Так что пока само не выйдет, не выстрелить, я буду мучиться, но через полчаса все кончится. Я обещаю. Ну вот. Дальше. Когда наступает осень, песни становятся грустными, осенними. У нас в экспедиции осень выглядит так. Работы окончены, домой не везут. Начальца согласует документы, а у нас у рабочих все заколочено уже и безработица. Значит, тоска. Люди лежат на раскладушках, не моются, не бреются, не едят. Если на животе гитары пишутся длинные, нудные, тоскливые песни. Они называются геологические. Вот такую песню я вам спою. Песня за туманом не нравится всем поэтам. Но она поется и будет петься всегда, она бессмертна. А вот эта песня нравится всем поэтам без исключения. Она битком набита сравнениями, определениями, метафорами, но ее кроме меня никто не поет. Потянуло, потянуло, холодком осенних писем И в тайге гремящий выстрел ранил птицу и меня Думал, все во мне уснуло Не важны ни боль, ни смысл Защемило, затянуло В печь осеннего огня Что же делать, что же делать Постучаться в ваши двери И как будто От убийцы От себя Себя спасать Первым к вам войдет отчаяние Следом я, ваш Чарли Чаплин Жизнь как тросточку кручу я Сделав грустные глаза Ни везенья, ни урядец Стал замерзшим водопадом Мне тепла от вас не надо Не тревожьте, водопад Только осень листопадом Только ты последним взглядом Я ж просил тебя Не надо Все вернули мне назад Уезжал в зеленый омут Убегал в волшебный город И прыжком сквозь арки радуг Сам себя тренировал Знал же, знал, что не поможет Приобрел ненужной ложью Пустоту ночей бессонных И восторженных похвал Потянуло, потянуло Холодком осенних писем Желтых-красных словно листья Устилающие путь И опять лицом в подушку Ждать, когда исчезнут мысли А что поделать надо? Надо Пора держаться как-нибудь Вот во время этой песни В Самаре на меня было произведено покушение Меня как Троцкого чуть не убили Я сказал как Троцкого намеренно Вы поймете почему Значит, перед Грушевским фестивалем Там были сделаны концерты Чтобы набрать деньги на фестивали Благотворительные Меня позвали тоже выступать В большом зале И там, значит, первое отделение Были местные ребята У меня было второе Я выхожу Приехал прямо на второе отделение Я привезли И выхожу на сцену А они украсили сцену Был октябрь месяц Листьями осенними Они собрали на улице листья И красные и желтые кленовые листья Прицепили на задних булавочками Весь задник представлял из себя Ковер из желтых листьев И насыпали эти листья на сцену Я шел по листьям Вот осень такая на сцене была А за кулисами я увидел Что вот мальчик и девочка Собирают в рюкзак Видимо остатки Весь, которые лишние Ну я думаю, пока шел Думаю, что это Я буду начинать с весенней песни За туманом Значит, ну я думаю С этой, на мой взгляд Умной такой осенней песенки Создам осеннее настроение Еще одну осеннюю спою Потом уже буду в весну возвращаться Ну вот Я ни слова не говоря Вышел и запел Потянуло, потянуло Холодком осенних писем В это время местный Станиславский Ему показалось мало Что он срежиссировал сцену Он решил не устроить листопад Вот для чего собирали Вот эти листья в рюкзак О, ящики Ну, прости Лежат Значит, и Ребята забрались На переходную площадку Надо мной И пачками стали В аниме языка Бросать листья на меня Ну, листья на меня сыпьются В зале возникает юмор Потому что я стал Похож мгновенно на папуаса В врачный период Значит Здесь красный лист торчит Ме волосы бьются Поэтому присыпляются листья Листья красный торчит Здесь желтый торчит Один лист зацепился Ме глаз закрыл Я с этим стихией Борюсь Тут снимают Там снимают Везде А у меня в растопырку Волосы уже все стали От этой штуки Один лист попал Под струны Я стал говорить так Я боюсь С стихией Значит Пою В зале уже ржут Значит И вдруг листопад кончился Я думаю Слава Богу Листья кончился И пою С улыбкой И как будто От убийцы От себя Себя спасать Мрачная фраза В это время Там показалось Что листья Мало не листопад Они решили Остатки листья Вытряхнуть Они взяли Рюкзак за дно Перевернули Дриханули И оттуда Выпала ледоруб Который прилетел Так 20 метров По воздуху И врезался Мне в плечо Она рука и повисла Я в этом искал Этого Станиславского Хотел его угрокать Так и не нашел Мне через год сказали Это был Боря Кельман Который устраивает Фестиваль в Самаре Кто там был Кто знает его Вот это Боря Кельман Я все вам пришибу При случае Пусть заражит Острак Еще одна Осенняя песня Я ехал Опять на платформе Товарного поезда От Ленинграда До Владивостока Потом Плыл морями и океанами До Петропавловского На Камчатке Работал там Три месяца с топором В одной Авантюрной экспедиции Ленгидропроекта В Кроновском заповеднике А потом Летел обратно И пока я все это совершал Мне хотелось Написать песню Но мне ничего не вышло Поскольку все было Хорошо и интересно А когда хорошо и интересно У меня песня не пишется И только в Ленинграде Когда мы сошли с самолета Мой приятель сказал Такую фразу А все-таки жаль Что кончилось лето Я понял Что это фраза Из песни Которую я хотел написать И что она шире Эта фраза Чем думал мой приятель Когда я ее произносил Не только о лете Пойдет здесь речь Она еще и на ручке И возрастная И холодный ветер И сумерки в глазах Разорванным конвертом Закончился азарт И новые заботы И трудно и легко От дома до работы Совсем недалеко А все-таки жаль Что кончилось лето Кончилось лето Проснулся я от радости Ложился спать с печалью Сто восемьдесят градусов Умноженный ночами Вчера так хмуро было Сегодня день каков И снег Всемирной гибелью Всех белых мотыляков А все-таки жаль Что кончилось лето Кончилось лето И не хотят Листья летят Сорваны ветром Среди осенней Кутерьмы И жизни радостной Зимы Все-таки жаль Что кончилось лето Кончилось лето Однажды было лето Оно внезапно началось Однажды было лето Оно так много значило Однажды было лето Что в памяти теряется Однажды было лето Оно не повторяется А все-таки жаль Что кончилось лето Кончилось лето Кончилось лето Время летит Не удержать Дело не в этом Когда в душе Осенний дождь И ничего Уже не ждешь Все-таки жаль Что кончилось лето Кончилось лето Ну Я ухожу от дорожно-таежной темы И перехожу к другой тематике Пока я ездил в экспедиции Пока я пел песни Мне удалось познакомиться Со многими интересными людьми Это были авторы песен Это были просто красивые Умные, добрые люди Ну это Так сказать Зад вперед Он воду предлагает От этого Лещ не стоит Ну вот И Даже люди знаменитые Мне попадались Я благодарен судьбе Что я придумал песенки Я без песенок Рядом с ними не оказался А так Многие из них Стали моими большими друзьями Моим большим другом В Москве был Олег Даль Его друг Валя Никулин Который здесь Работает в театре Тоже мой большой друг Вот я три дня С ним борюсь Ну вот Дальше значит Это самое Юрий Владимирович Никулин Клоун-кэн-артист Тоже Ну другом назвать его сложно Он старше меня Но привет и передает И мало того Он тоже песни пишет И поет Он 12 ночей Пел мне песни Мы с ним были Я в Ташкенте выступал Там снимался и фильмы Десять дней без войны Вот Затем Георгий Михайлович Гречко Космонавт Завинит Он оказывается Когда в Дубне учился Собирал наши песни У полной коллекции Песен Кляшкина Висбора Моих Вот Вот такие люди Ну как бы без гитары С ними Да никак Я сейчас буду рассказывать Про разных людей Не тех Кого назвал Но не менее достойных И петь при этом Соответственно песни Я начну с песни Солдат Киплинга Когда я эту песню Придумывал Я думал Обалате Шалович Акутжавин Ну сейчас Ну будьте Чуть-чуть Хорошая Ну вот Надо было налить Я к нам Лучше чем Вот короче говоря Булат Шалович Я знал Что он Его любимый поэт В то время Был Ридиард Киплинг Это который Английский прозаик Поэт Недавно Булата кстати Видел Я с ним Встречался В Юрге Кстати Межекемерово И там где-то Далеко Тюменью Туда вот залетел Булат Каким-то образом Выступал на фестивале И самое интересное Его в Америке не поймать Его в Москве не поймать Он в Тюмень То есть в Юргу прилетел Его спросили Зачем В Усамовской правде Была статья Он говорит Из любопытства Я говорит Что-то от народа оторвался Надо посмотреть Как он живет Вот Булат мне книжку подарил Милости судьбы У него есть Последний сборник стихов Где написал следующее На зло житейской бури Под подборочку баллад Пенсионеру Юрия Пенсионер Булат Два пенсионера Ну вот И вот я узнал С его любимый поэт Ридиард Киплинг А у меня с Киплингом Такие взаимоотношения Закончено И все разрушено Уцелевают Только книги Вот уж воистину Рукописи не горят Книги Мотались ветром По улицам Они лежали Под звездкой В развалинах Я никогда не думал Что люди столько много читают Книг было Большое количество Книги спасли мне жизнь Я оставил там В лукации Книжку Том Сори Гекфин Мою любимую книгу И стал ее искать На мое счастье Ее не было Я ее так и не нашел Если б я ее нашел Я бы прекратил уже поиски И занялся тем Чем занималась детвора А детвора занималась порохом Минами Снарядами И взрывались каждый день Иногда целыми классами Из 70 детей Приехавших к первым эшелонам Живых после войны Осталось 15 человек Все остальные взорвались На этих прелестях войны Вот Я остался же в слову И на то я прочел Много книг Я нашел Книгу Антологию стихов Киплинга В 6-4 переводах разных Ищепинку, Ипельник, Ищекотки Переводили И я прочитал На 12-летнего человека Мне было 12 лет Это производит Ошеломляющее впечатление Англичане детей воспитывают Раньше воспитывали На стихах Киплинга Он же романтик В принципе Я романтик То есть на запах Может я от Киплинга Даже начал романтикой Сказать увлекаться Вот И я помню целые баллады Наизусть Я помню балладу О Катекаловых Знаменитой Помню балладу О Западе и Востоке Где есть программная Фраза Киплинга Запад есть Запад, Восток есть Восток И вместе им не сойтись И вот спустя 20 лет В 64-м году Я придумал Песню Вот эту Про Акуджава Песню странную очень В ней все перемешалось И Киплинг И Акуджава И я И война Все там есть Но спустя какое-то время Подоспела война Афганская И эта песня Как-то попадает И на нее Я сам слышал Когда В переходе Под Невский проспект На Садовой улице Стоял человек с гитарой У нас теперь как В Париже Поют во всех переходах Метро Значит Стоял парень В афганской форме Камуфляжной С бородой И пел Голосом Высоцкого Мою песню Вот эту Солдат Киплинг Он думал Что это песня Высоцкого А в афганской войне Где-то так Ну вот И Значит Такая странная Очень песня Это обо всех войнах Это не обязательно Про то Это просто Война Елдерон Опять тобой дорога Желания сожжены Нет у меня ни бога Ни черта Ни жены Чужим остался запад Восток Не мой восток А за спиною запах Пылающих мостов Сегодня вижу завтра Иначе чем вчера Победа как расплата Зависит от утрат Тринадцатым солдатам Умру и наплевать Я жить-то не умею Не то что убивать Повесит эпалеты Оставшимся страна И к черту амулеты И стерты имена А мы уходим рано Запутавшись в долгах С улыбкой Д'Артаньяна В ковбойских сапогах И миражом в пустыне Сраженный на повал Иду как по трясине По чьим-то головам Иду как старый мальчик Куда глаза глядят Я вовсе не обманщик Я киплинный солдат Еще один человек Однажды я выступал Перед альпинистами И ко мне подошел Альпинист Высокий, красивый Такой плечистый С бородой черный Леня Земляк Земляк фамилия И сказал Юра напиши песню Про нас альпинистов Я говорю я не могу Я про себя пишу В горах я не был Тебе были в лагерь В туалет Он говорит Ну ничего устроим Поедешь инструктором Я говорю ну когда поеду Пишу Он продолжал говорить Что альпинистом Это не поиски Бога Как пишут западные прессы Он переводит А поиски смысла Какого он не знает Я должен написать Затем он сказал Что это удел Тридцатилетних людей Что в тридцать лет Лучшие достижения В этом виде спорта А потом он сказал Что песни мои Тоже рассчитаны На этот возраст Это не молодежные песни А потом выяснилось Что он имел ввиду Возраст условный Не ровно тридцать лет День рождения Такое расстояние От двадцати пяти до сорока Вот это он назвал Тридцать лет А потом он сказал Что вот этот условный возраст Вершина человеческой жизни Так как до этих условных тридцати Человек много может Но мало понимает А после этих условных тридцати Наоборот Я все это запомнил И поехал в экспедицию Там придумал песню Когда я ее спел Я увидел Что я ничего не изобрел Я срифмовал Мысли Лени Земляка Через неделю Добрый дел человек И сказал Что неделю назад В Альплагере на Кавказе Погиб Лени Земляк Он погиб Спасая товарища Тащил трос Кто-то там травму получил И трос Он подрезал Снежный карниз Над собой Снег с небольшой высоты Неудачно упал на него И он погиб Снег с ним Его имен Назван Пик на Кавказе Там сделали Грижнев А я посвящаю ему Эту песню Это его мысли Ему было тридцать четыре года Называется песня Тридцать лет Тридцать лет Это время свершений Тридцать лет Это возраст вершины Тридцать лет Это время свержений Тех, что раньше умами вершили А потом начинаешь спускаться Каждый шаг Осторожненько взвеся Пятьдесят Это так же, как двадцать Ну а семьдесят Так же, как десять Тридцать лет Это время улыбок А не плачь и не смех Со слезами Тридцать лет Это время ошибок За которые нет наказаний Тридцать лет Это синие горы Вкус находки И ужас потери Тридцать лет Это радость и горе Тридцать лет Это жизнь на пределе Тридцать лет Это песни и мысли Тридцать лет Это море и скалы Тридцать лет Это поиски смысла Тридцать лет Это все-таки Мало Но следующая песня Связана сразу с семью Разными людьми Это мои друзья Геологи и геофизики С которыми я работал В экспедиции Я про них написал песни Они в каждой фразе Упомянуты Но без именной фамилии Поэтому очень сложно понять Но догадаться можно Там слышно Что под текстом Что-то живое шевелится Называется песня Париж Мы три дня С ребятами пели Беспрерывно И запели насмирь Петь бросили Прошел год Сижу я снова там В тайге Слушаю приемник И вдруг поют Песню Париж Это был первый раз Чтобы мы песню пели По радио Поэтому все Сбежали и стали слушать Кончили петь Мало того Что спели Говорят Что песня Париж Получила первую премию Теперь уже в Москве На всесоюзном конкурсе Туристской песни Конкурс был при слете Слет был тоже всесоюзный Туристский Кончался на Красной площади Торжественно И назывался так По местам былых сражений Все закричали Ура А когда мы кончили кричать Мы задумались Почему песня Париж На тему далекую От темы слета Тема слета По местам былых сражений Там надо Про войну что-то сочинять У меня войне не слово Все о геологах И вдруг на тебе Первое премие Когда я приехал в Ленинград У меня в песне написано так Ты что мой друг свистишь Мешает жить Париж Ты посмотри Вокруг тебя тайга Здесь в тайге Все как в Париже Чай вместо коньяка Манмартр Пожалуйста Здесь у костра Здесь как на пляс Пегаль Веселим надолгать А Пегаль Это веселая площадь в Париже Бестро нет Но это пока В общем все как в Париже Есть такая фраза Немного подожди Потянутся дожди Отсюда никуда не улетишь Слово улетишь Стало весомым словом Какой-то хороший человек Из-за слова улетишь Сказал членам жюри в Москве Что это песня Французского летчика Эскадрильи Нормандия Песня стала военной И автоматически победителем Этого престижного конкурса Песня Париж Посвящается моим друзьям Геологам Они просили об этом сообщать Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж Ты посмотри Вокруг тебя Тайга Подбрось-ка дров в огонь Послушай, дорогой Он там, а ты у черта На рогах Здесь, как на пляс пегаль Весельем надо лгать Тоскою никого не убедишь А-а-а-а Монмартр у костра Сегодня, как вчера И перестань Не надо Парапариж Немного подожди Подтянутся дожди Отсюда никуда Не улетишь А-а-а Бестро здесь нет пока Чай вместо коньяка Им перестань Не надо Парапариж Закрыла горы Дуба Подумай о делах Им перестань Не надо Парапариж Ну, вот эта песня Париж Недавно такие чудеса наделала Что даже больше, чем за туманом Я не ожидал от нее 25 лет она умирала Медленной смертью Ее уже петь бросили И вдруг высказалась В 88-м году В час ночи Ко мне в квартиру Раздался звонок И открывая дверь Стоит мужчина Лет 45 Высокий такой И на чистом русском языке Говорит, что он парижанин Что он приехал из Парижа Выясняется, что 20 лет назад Он работал в Москве Слесарем на заводе Ну, простой слесарь Везет же слесаря И с дуру женился на француженке То ли она Как она соблазнилась Я не знаю Страшнее войны Студент Когда она глупая была Рим Мимо проходила Во всяком случае женился Она почему-то не захотела жить в Москве Он почему-то захотел жить в Париже Теперь он живет в Париже Маленький капиталист И у него ностальгия Он наслушался наших песен Он купил там кассету с моими записями Как выяснилось 1976 года В Париже издают нас и пластинки И кассеты И даже книжка Трехтомник Такой золотой вязью Написано Как на пушпинских сборниках Песни русских бардов Три тома Там 112 моих песен Я сам в два раза меньше знаю Вот И И вот он Екал в Ленинград по делам И зашел ко мне Сказать о том Что вот Такое что И он сказал Что из песни Париж Он вычислил Что я хочу побывать в Париже Говорит Ты правда хочешь в Париж Я говорю Какой дурак не хочет Тогда я тебя приглашаю Я говорю Без жены не поеду Только с женой Я один боюсь Пера за границей Сразу в Париж Пропаду Он говорит Ну пожалуйста С женой Правда я с женой в Париж Все равно что Со своими дровами в лес Ну вот Ну Пошли мы в консульство Он вынес оттуда приглашение Консул подписал Уехал в Париж Я пошел во Веру Никаких не надо было Ни анкет Ни характеристик Ничего Платить деньги Уже хоть навсегда Будьте хоть последний лодок Не в этом суть Значит Отдали мы заявление Это Стали ждать Прошел месяц Выдают паспорта Я побежал Купил билеты Вагон СВ Вдвоем 360 рублей Стоит билет 46 часов ехать Меняли 400 рублей Каждому На 4000 франков Вот это курс Я понимаю За рубль давали 10 франков Я бы сейчас Миллиардером был Здорово По франку И вот так И попадая в Париж Выхожу на северный вокзаль Глаза мне Мачесная под ногами Париж Люди копья ломают Чтоб туда попасть Я не собирался Сказать Хочешь хочу Через 5 секунд В Париже Я в Израиле 3 года Добился Чтоб попасть Никак попасть не мог Все На уровне Словесных приглашений Я уеду И сразу тебя позову И до свидания Спасибо Виктор Гин оказался Человек слова Недавно был В Неграде Это он Уговорил Не говорил Просто предложил Меня Виктору Шиферу Диме Кимельфельду И я Из-за них Наконец-то Все-таки добрался Куда я мечтал попасть Уже давно Тут все мои слушатели Все мои друзья Здесь Как ни странно В Харькове Была такая штука Я вот рассказывал В Харькове Я говорю Сделайте мне еще один концерт Говорит Не можем Все твои слушатели Уехали Примерно так Ну вот И начинал Я выхожу в Париже 40 дней Я жил в этом Париже Просто раньше Билет обратно Не достал У меня был С открытой даты А там нет Билета Я 40 дней Это долго Никаких денег Не хватит У Парижа Деньги Как мелочь Копейки Я же не за шмотками Туда поехал Я в Париж Я куда мог Туда и совал Чтобы заплатить Я люблю тратить деньги Там выставка Современных художников 40 франков Там Ну конечно Эти всякие там Размещения Есть все время там хотелось Там же все есть Все без нитратов У нас там ничего не было В 88 году А там все кругом Без нитратов Съешь Все усваивается Через полчаса пять Хочешь У нас съешь Два дня потом есть не надо А тут Съешь Голодный ходишь Вот я там все Я попал в свою пет Я выступал Чтобы прожить 40 дней Я жил среди иммигрантов Потому что я выше не поднялся Я французский не знаю Только в Лешкова стенка Так и так далее Попал в этот круг И там Общался с ребятами Ну вот И по телевидению Выступил один раз Русский в гостях У Миттерана Я пел минуту Там были русские писатели Там Римонов и прочее А я в конце Спел одну песенку И получил полторы тысячи франков За минуту О Что значит И мало того Значит Я попал в свою собственную песню Все что я вот написал Все там состоялось Мне написано Здесь как на пляс Пегаль Я жил В пяти минутах ходьбы От этой веселой площади Пегаль Моя остановка метро Называлась Барбес Рашушуа Бульвар Барбес Там начинается Кто был в Париже Знает Что Барбес и Пегаль Это рядом И мой Барбес И этот Пегаль Все это находится У подножия холма Монмартер Который у меня в песне У костра Но Бестро на коньем шагу Коньяк тоже А вот Первая фраза Тоже в яблочко У меня написано так Ты что мой друг свистишь Мешает жить Париж Ты посмотри Вокруг тебя тайга Так вокруг меня в Париж Была тайга В буквальном смысле Этого слова Вот этот самый Бывший слесарь Он оказался Не кем-нибудь А владельцем Маленького русского ресторана С гордым названием Тайга Я сел в этой тайге И пел Ты посмотри Вокруг тебя тайга И все улыбались Я пел Монмартер у костра Улыбка становится шире Его из окна видно Здесь как На пляж спегали Я почти на ней сижу В общем Начинаю уже аплодировать Потом подходили ко мне Ребята и говорили Юрий Алексеевич Вы что Не первый раз в Париже Я говорю Первый Откуда же вы знаете Пляс Пегаль Бестро Там Мадмартер Я говорю Ребят Когда в школе учишься Книжки надо читать Все будешь знать Они все показывают Рассказывают И я тоже им кое-что сообщал Они говорят Смотрите Вот это Люксембургский дворец Вот парк Вот это Люксембургский дворец Я смотрю Говорю Видите там Справа есть маленькая Зеленая поляночка Так они говорят Видим Вот на этой поляне Атос Партос И Арамис С Зертоньяном Затеяли дуэли Я говорю Правда Точно Читал И у них это уже входило Потом дальнейшую Они вводили показ Вот это все Атос Партос Все же смысл Так что я тоже был В какой-то степени Гидом по Парижу Самый дурацкий поступок Который я в жизни совершил Это я Купил Русско-французский Разговорник Это была Бесконечная глупость Которую я совершил Бесконечная Я подумал Что я Социально защищен Теперь я не пропадаю Я пошел гулять Мгновенно заблудился И подошел к французу Сказал Пардон месье Чем исчерпал Свой словесный запас Ровно на половину Еще бонусе И значит И сказал Надя в изговорнике Транскрипт Сказал Как мне пройти Бульвару Барбесра Шушуа На что француз не сказал Терепули-пули-пули-терепа Терепуа Сейчас так с вопросом Я выехал на разговорник Спросить я мог Все что угодно Но что мне ответят Я никогда А уж пива-то попросить Можешь и без изговорника Бир с кашей Все нормально Разговорится нелепая Штука Кто его придумал Ну вот И вот иду я по улочке С женой И вдруг перед нами Идут три Белоснежные женщины Они сами смуглые Три мексиканки На одно лицо все Лис такие Красивые На квадратном лице И они высокие Метра два каждая Полтора метра С шириной каждая Они втроем На одно лицо все Три близняшки И они все в белом Во всем Такое белое Что даже глаза режет Ярко-белый свет Такое Тонкая какая-то ткань У них по сто юбок надета Поэтому у них такие бедра Они так И даже фаты белые То ли они все девственные То ли они все невестные То ли они самые монашки Я не знаю По какому поводу мексиканки Ну это Сынно белые такие Три белых лебедя Плавно по качеству Сынно независимые Французы высыпались За всех кабачков Там хлопают Говорят браво Поцелую Поцелают воздушные Цветы кидают с балкона Говорят шаль Смотри какая прелесть А впереди Перед ними бежит Какой-то французик маленький С запиской Видимо адрес несет И разгонять машины Впереди Чтобы не разъезжались По переулке Чтобы они могли пройти Они всю улицу загородили А мы сзади идем И мне неожиданно В голову приходит песня Которую я слышал Очень давно И знал ее так чуть-чуть Песня на стихи Юрия Даниэля Ну Даниэля Вы знаете Это Его подельщик По лагерю Андрей Синянский Был у меня на концертах В Париже И вот Юрий Даниэль Написал эту песню В рассказе Рассказ это там В середине этой песни Называется она Цыганки На эту песню Написали мелодию Много людей Один из них Юрий Кив Написал Володя Турьянский У меня ближе к Турьянскому Я пытаюсь играть мелодию Турьянского Но путаю ее Наглухо Потому что Турьянский Прекрасный гитарист Я на гитаре Я на гитаре играю Еще в старых традициях Как геологи учили Я учителей не превзошел Вот И Поэтому будет Мелодика Близкая к Турьянскому А слова Даниэля Я тоже не совсем точно помню И не помню А сейчас текст не найдет Поэтому там Кое-что изменилось Но не совсем так уж Сурово Но одно место Я изменил нарочно Там у него московский И я написал парижский Только Придум Вот Потому что они в глазах У меня стояли Те мексиканки Ну точно Те цыганки Которые написал песню Юрий Даниэль Сейчас попробую спеть Сердце с домом Сердце с долгом Разлучается Сердце бедное У зависти В тисках Только гляну Как цыганки Закачаются На высоких Сбитых набок Каблуках Только гляну Как цыганки Закачаются На высоких Сбитых набок Каблуках Говорю я им Скажите Птицы смуглые Из какой Такой неведомой Дали И какие ветры Ваши лодки Утлые До парижских Таратуаров Донесли И какие ветры Ваши лодки Утлые До парижских Таратуаров Донесли Отвечают мне Цыганки Юбки Пестрые К вольной воле Мы свой вечный Держим путь Держим путь Но если Хочешь Мы твоими Станем Сестрами Только все Что было Не было Забудь Говорю я им Говорю я им Но не кинуться Но не кинуться Не двинуться Не броситься Видно Крепко я Повязан Не уйти А они Нет Не смеются Улыбаются Речи Смутные Как небо В облаках И тут Звенят Цыганки И качаются На высоких Сбитых Набок Каблуках И тут Звенят Цыганки И качаются На высоких Сбитых Набок Каблуках Иду я по этому Парижу И вижу памятник Александру Дюма Красивый памятник Один из лучших памятников В скверике Не на площади На огромном педестале Круглом сидит В кресле Александра Дюма Толстый такой Добродушный Вальяжный Очень эпикурейский Вид довольный Жизнью Сидит весь А по кругу Персонаж Его произведений И прямо Под ногами У него сидит Так называли Как будто Дартаньян Видимо любимец Прямо под ногами Не такой Как вот Боярский Уже взрослый Дартаньян Так уже убийца А это Такой молодой Потенциальный убийца Пацаненок Такой ПТУшник Наглый Сидит Такой ПТУшник Личка Точенькая Высики Валенькие Торчат Нагло Смотрит Он готов През Любого Ну такой Сил нет А уже Нагло Сновал И шляпа Огромная Все ему велико Шляпа Огромная Шпага Тут и фестер Наши За памятник Уходит Ботфоруты Такие Огромные Все это Видимо Он с отцовского Плеча Там по книге Все это Поэтому все Велико Ну вот И я вспоминаю Еще одну песню Связанную С Дюма Песню Госпожа Бонасье Я 25 лет Эту песню знаю Когда-то Давно Когда песен Было мало Мы пели все Чужие Всякие Песни Я не знал Автора Вот в этом году Я впервые Узнал авторов Этой песни Случайно Совершенно Значит Это авторы Этой песни Это Игорь Лучинкин И Алексей Куликов Из Одессы Они И также Одесский поэт Сергей Александров Он написал слова Вот это Авторы этой песни В романе Три бушкетеры Есть такой эпизод Д'Артаньян Прячет Свою возлюбленную Госпожу Бонасье Самую Известную Возлюбленную Верю В монастырь Камелиток Опасаясь Мести Миледи Туда Миледи Все-таки Попадает И убивает Доверчивую Госпожу Бонасье Д'Артаньян Скачет На помощь Но опаздывает Вот такой Эпизод В романе Три бушкетеры Но песня Совершенно Не об этом Монастырь Корабелиток Там где Пахнет Духами И хвоей По карнизу Зари На свидание Идет Д'Артаньян Он красив И небрежен Он окно Открывает Ногою И срывая Одежды Ликуя Плывет В океан Госпожа Боросье Вас качает Как белую Лодку Вам поутру Опять По коврам Собирать Паруса Госпожа Боросье Вы счастливая Женщина Только Д'Артаньян Не придет Д'Артаньян Попадает В просаг То ли Глухо Запил То ли Встретил Какую Дурнашку Только Входит Миледи От сырости Зябкой Дрожа Госпожа Боросье Вы стоите Душа На распашку И о ребра Ломается Тонкий Кинжал Где ваш Белый Платок Дайте Шлевую Руку Потерпите Немного Я вызову Скоро Врача Госпожа Боросье Но Снимите Же Трубку У меня Самолет Через четверть Часа Ну я сейчас Пою Еще одну Песню Связанную Еще с одним Моим Знакомым И мы Другом И мы Перевемся Будет Большой Перевемся Значит Еще один Человек Которого Я очень Любил Познакомился С ним В 65 Году Это Юрий Осипович Висбор С Юрием Висбором Связано Много Я с ним И выступал И Поздал Ситуации Разные Это был Великолепный Человек Очень Интересный И обаятельный Разносторонний Журналист Альпинист Ломист Гитарист Коннортиз Сонарист Драматург Писатель Поэт Композитор Певец Музыкант И даже Художник Все это В одном Лице Его все Любили У него Было Невероятное Обаяние Когда он Входил В комнату Где сидят люди Сразу Как будто Солнце Взошло Всем Хорошо Сразу И Прекрасно Жить На свете Значит Пойдут Рассказы Интересные Песни И улыбка Безбросская Ну вот И я не знал Что его обаяние Распространяется Не только на людей Но и на зверей У меня Дед Биолог Вот мой дед Который Директор школы Я всю жизнь Жил с дедом Дед биолог И он У нас все время Окружали звери Всевозможные Мы жили В помещении школы Кот То есть кошка Уш И еж Пили молоко Из одного блюдца Жил В медвежонах Был какое-то время Потом Это самое Если подобьют Какую-нибудь птицу Там приносят К нам Конечно Все молоко Всю живность Я там Ее лечу Отпускаю Там что найдут Все к нам Я с животными Общался И у меня так тяга К ним У них ко мне В результате Древней связи И вот Мы выступали В городе Минске В цирке В помещении цирка Ансамбль романтики А я был номером Пел четыре песенки Под гитару Они там свои дела Был выходной цирк В этот день И нам дали помещение цирка Люди сели Вокруг А мы на манеже выступали Я значит Спел свои четыре песенки И пошел С животными Пообщаться Они были по периметру цирка В клетках заперты И закрыты Понятными щитами Я слышал там Хрюканье Лайк И то есть Пошел смотреть Смотрю в щелочку Клетка с тигром По ней ходит Взад вперед Тигр А клетка Она стеж открыта Я говорю А щиты для меня помеха Я говорю Где это у вас дрессировщик Вот девочка стоит Я говорю Вы дрессировщик Она говорит Да Я говорю У вас там тигр На свободе Она говорит Ой господи Я же клетку забыла закрыть Да вы говорит Не бойтесь Он не выйдет Он людей боится Тигр боится Люди Ну вот дальше Вдруг ко мне Подходит мужичок И говорит Вы Кукин Я говорю Да Это вы сейчас пели Я говорю Вы Гисбара знаете Я говорю Знаю Давайте я вас со слоном познакомлю Давай Пошел познакомить Со слоном Входим в комнату Такая каменная стена Желтая лампочка Вверху Ни окон Нет никаких За заднюю ногу В кольцо Умурованную стену Прикован цепью слон Чтобы он не вышел Грустный слон Стоит голову Пану И так Хобот висит До земли И даже не смотрит Мужичек Познакомь Поздоровайся со слоном Я говорю Здравствуй слон Молчит Так же Я говорю Здравствуй слон Ноль эмоций Мужик говорит Слон Поздоровайся с Юрием Кукиным Он висбара знает Слон Как глаза растоприл Как закивал Хватает хобот Кивает 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 Им не тянет хобот Я ему руку дал Не испугался У него такой палец На конце Мы познакомились Значит Я ушел Он все вслед Кивал 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 Мужик мне говорит Поречистка Говорит Знаешь У слонов Бешеная память Они запоминают Все На века Сколько же Я только помню Вот если его обидит Кто-нибудь слона Он обязательно Человек Его убьет Или к стене Нечаянно прижмет Или наголо Наступит Вроде не заметил Вот А если Что-нибудь хорошее Он всю жизнь Будет помнить Я говорит Висбра Приводил знакомиться Со слоном Меня говорит Отозвали на 5 минут Я их оставил вдвоем Я говорит Не знаю О чем они там говорили Но говорит Слон так Висбра Зауважал Только скажешь Висбра У нас счастье трясется Я говорит Стал этим пользоваться Мы говорит Украдем Эту еду Эту брюку Там морковку Капусту И на рынок А слону Соломы Спастил их Он не хочет Соломы есть Она колется Вот я Прихожу Слон стоит Над кучей Соломы И не ест Я ему говорю Слон ешь Солому Висбор велел И тот так Хауп 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 Вы знаете Висбор велик Да слон Подчиняется Вот И перед первым Я спою Свою Любимую песню И это Одновременно Любимая песня Из моих Висбора Он альпинист И в этой песне Первая фраза Про горы Больше про горы В этой песне Ни слова нет Это просто Эпиграф Как бы Может поэтому Он ее любил А песня Называется Город На конце Город Это И это опять же Не город Это скорее Песня о вас Это песня Об академии Городки Это песня О людях Практически Это абстрактная Песня О мечте Горы Далекие Горы Туманные горы И улетающий И умирающий Снег Если вы знаете Где-то есть город Если вы помните Он не для всех Не для всех Странные люди Заполнили весь этот город Мысли у них Поперек И слова Поперек И в разговорах Они признают Только споры И никуда Не выходит Оттуда Дорог Вместо домов У людей В этом городе Небо Руки Любимых У них Вместо Квартир Я никогда В этом городе Не был Не был Я все ищу И никак Мне его Не найти Если им больно Не плачут Они А смеются Если в весе Лавина Хорошие Пьют Женские Волосы Женские Волосы Вьются И неустро И неустроенность Им Заменяет Уют Я иногда Проходил Через этот Город Мне бы Увидеть А я его Не замечал И за молчанием Или за разговором Шел я по городу Выйдя И не повстреча Поездом нет Поезда мне Не доехать И с самолетом Тем более Не долететь Он задрожит Миражом Он откликнется Эхом И я найду Я хочу И мне надо Ходить Ну Первая половина Закончена Давайте небольшой Перючек Отдохнем Подышим воздухом И опять Продолжим Нажим Веркала Отдых Можут Ну вот, здесь перестал, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я еще спою две песни, связанные с друзьями, и потом опять к новой тематике перейду. Значит, первая песня связана с Женей Клячкиным. Мой друг Евгений Исаакович Клячкин живет в Риэле здесь, и я с ним провел в песенном деле больше, чем с кем-либо. Нам доставалось больше, чем с кем-либо, когда мы с Клячками вдвоем выступали. В основном на нас весь удар и падал, поскольку, ну, Высоцкий недостижим, Галич, он тоже. А мы попадали под удар всегда, и нас без конца в Харькове, в том знаменитом Харькове, который мы любим, было три раза концерты отменялись у наши, наши за 15 минут до начала. Мы прилетали, шли на концерт, нас останавливали, до свидания, уходите, и концерты снимали. Это с Женей Клячкиным, то есть пуд соли мы с ним съели. И вот Женя Клячкин, Евгений Исаакович Клячкин, теперь он солидный человек, 60 лет ему исполнилось. Удивительное совпадение. Он 60 лет свои решил отметить в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. А я свои 62 года отмечал 18-го в Израиле, поскольку у меня 17-го день рождения, я должен был лететь, 18-го приехал в Израиль и отметил здесь свой день рождения. Мы отмечаем свои дни рождения там, где живем, интересно. И Женя приехал туда, 60 лет все-таки, солидная дата. Его встречали бешено, там от метро спрашивали билеты на концерт, зал битком набитый, там полторы тысячи вмещают, он там не достать билет был. И Женя пел, а мне было поручено его встречать. То есть не встречать, а приветствовать. Потому что решили так. Народ изголодался, Клячкин давно не выступал, и решили ему дать побольше попеть, он и сам так хотел. То есть, когда мне было 60 лет, я почти не пел. Я спел 4 песни, все остальное время пели мне. Я сидел, как король на именинах, а мне все пели, 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 там разные люди, разные песни. А тут наоборот, сказали, пусть Женя будет петь побольше. А мы его минут за полчаса так поприветствуем, и первое деление он будет заканчивать, и второе целиком. Чтобы сократить вариант приветствий, решили так. От имени шестидесятников я поздравлял Клячками. От имени семидесятников другой человек. От имени восьмидесятников третий, и от имени девяностников, если так говорят, четвертый. То есть, в общем, короче говоря, разные поколения приветствовали Клячкина. Женщик родимый. А я обычно, когда юбилей, я песен не пишу давно уже, но иногда так, как надо социальному варианту. То есть, день рождения Городницкому 50 лет, я ему песню. 50 лет Клячкину, я ему песню. Вихареву тоже, глаза ровно, потому что 60 лет пошло. Я всем, значит, тоже иногда песенки смешные по этому поводу писал. Поздравительные. А Жене Клячкам было труднее, поскольку Женя человек ранимый и обидчивый. Он очень ранимый и очень обидчивый человек. И я однажды сделал глупость, рассказал у Жени из Клячкины, из песни, не гляди назад, не гляди, лучше имена переставь. Я рассказал со сцены, как я однажды эту песню спел, и одна девочка, молоденькая, пухленькая такая, подошла и попросила переписать слова. Она, я стал диктовать, она стала писать, и она написала назад отдельно. Причем я так, она и думала, не гляди на что, никуда, не гляди на назад, не гляди. Женя ужасно обиделся, месяц со мной не разговаривал, потом весь год всем твердил, что Кукин все врет. Это правда. Была. В этот раз я, значит, решил его не обижать. 60 лет все-таки. Я думаю, если я какую-нибудь песню Клячкина спародирую и искоречиваю, он обидится на 60 лет, тем более, и меня проклянет навсегда. Я думаю, а если я свою, скажем, за Туманом, на Клячкина не ложится никак. Я думаю, как же мне его приветствовать, задание-то. И я подумал так. Женя приезжает из Израиля в Россию. Его встречает Россия. А кто в России самый известный поэт? Сергей Есенин. Я на Есенина тебя поприветствую. Значит, у Есенина есть письмо к матери. И я решил вот этот стих использовать для приветствия Евгения Клячкина. Думаю так. Но петь я буду как Вертинский романом. Слова будут мои. То есть три человека сразу встречают. Вертинский, Кукин и Есенин Клячкин. И такой сидит Женя, седоблазый, такой красивый, сидит на сцене. И, значит, я сказал приветственные слова. Поздравляю, там-та-та-та, с юбилеем. Все. И запел. Ты жива, еще моя надежда, Старый друг, шалом тебе, шалом. Как я рад, что мы опять, как прежде, Соберемся за одним столом. Ты живешь под знойным южным солнцем, Куда стаи и Боинги летят. Где народ, так не похожий на японцев, Пьет портвейн, по шейхе пятьдесят. В шестьдесят ты молод, как в пятнадцать, Вдаль глядишь и, не дай бог, назад. Девы начинают волноваться, Глядя в твои умные глаза. Я по-прежнему такой же юный, Но волос остатки теребя. Знаю, мне в любовном деле трудно, Далеко, как прежде, до тебя. Ничего, дружище, успокойся, Прилетел и будешь песни петь. Не такой уж горький я пропойца, Чтоб тебя не видя умереть. Хорошо, что ты в прошлом день, вчерашний, Хорошо, что ты сюда пришел. Будь здоров, живи, люби, не кашляй, Все пройдет, все будет хорошо. Ну и второй, это тоже Виктор Гин, Это мой большой друг, Виктор Гин, Который живет в деревне дедушки, Мне никак не запомнить. Ну вот, да, Сава там как-то. Ну вот, короче говоря, вот это вот. А где это так? А вот я вчера там был. И Виктор Виктор Гин, Оказывается, это он меня сел, сосватывал, Молодец, он выполнил свое обещание. И вот мы с ним на Камчатке были. Три месяца мы по Камчатке с ним ездили, В страшную погоду, зимой. На две недели застряли там из-за непогоды, В одном городке маленьком все развесло, И мы только в доме сидели, выйти не могли. Он прекрасный парень, очень надежный, с ним, он хороший. И вот, в конечном итоге мы добрались до Петропавловска на Камчатке. И жили там в общежитии, в гостинице, такая, ну, типа общежитие. Называлось гостиницами жрецов и рыбаков «Океан». Сами рыбаки называли ее «Бич-холл». Потому что там они жили по причине травмы, На кого-то там упали рыбаки, там же ящик упал какой-нибудь. Жили по, потому что их списывали с парохода, Или наоборот поступали на работу. Вот в этом месте они жили. На этом здании висела такая надпись. Раньше дом считался на Камчатке-Петропавловске недостроенный, Если на четырех сторон не обвешен красным кумачом с лозунгами какими-нибудь. И вот там, значит, на этом доме был всего один лозунг. Вот на красном кумаче-белой буква было написано, «Поносить спиртные напитки в гостиницу «Океан» запрещается». Я жил там месяц. За этот месяц я ни разу не видел ни одного трезвого, Включая администрацию, ни разу. И за этот месяц я сам стал каким-то рыбаком или моряком. Но в море я не плавал, в основном по гостинице. И я написал для них песню, для рыбаков. Вот. Она им понравилась. Они специальные магнитофоны по всему миру развезли. А эта песня очень нравится моему другу, академику Александру Моисеевичу Городницку. Он в Москве геофизике. Он сегодня просит, поет эту песню, всегда я мою пою. Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо. Я вот он весь. Да дело и не в этом. Идем по всем приметам в последний рейс. Маяк кровавым глазом мигнул, забезобразил. Забыл Норд-Вест. Качаются по стиле, дешевый крест на теле, южный крест. Когда рукой усталой, я струну гитары перебирал. Я понял в жизни прошлой, поверь, что ненарочно переиграл. И счастье мой ветер унес и не заметил, как желтый лист. Теперь без всяких правил я сам с собой играю, под ветром свист. Я по чужой подсказке уже не верю в сказки, что могут ждать. Мечу в колоду страны, моря и океаны, и города. Не спрятаться от боли, во сне и в алкоголе, с ней вечно жить. А жизнь, как волны эти, как все на белом свете, бежит, бежит. Ни боли, ни досады, прощаться мне не надо. Я вот он весь, качаются по стиле, дешевый крест на теле, южный крест. Ну вот, у меня еще есть целый цикл песен детских. Дело в том, что я работал тренером по фигурному катанию с детьми. У меня было три школы фигурного катания. По 400 детей в каждой школе, они в пятилетнем возрасте начинали. И по 800 бабушек в каждой школе, по 2 на ребенка. Они их водили на каток, в основном мешали мне работать. Их было всех вместе много, детей. Я был один, это не могло не отразиться на моей психике. Песни стали инфантильные. Сказочки такие речились. Вернее, взрослые песни на детском сленге. На детском языке взрослые песни. Ну как заголовок к этому всему, Эта песенка «Старый сказочник». Я старый сказочник, я знаю много сказок про злых волков, Про зайцев косоглазых, про хитрых лис, про глупых попугаев. Я старый сказочник, я много сказок знаю про маленького принца, Гостя с неба, про тех, кто был на свете и кто не был. Про кролика и девочку Алису, про доброго кота и злую крысу, О глупом, жадном короле-калеке, о добром, умном, но сверхчеловеке, О счастье, о любви и о свободе, о том, кто ищет и всегда находит. Но не несу ни злая и ни ласки, Никто не будет плакать и смеяться. Я сам себе рассказываю сказки И жду, когда они начнут сбываться. А сбывшимися сказки не бывают, Несбывшиеся сказки забываю, И больно мне, но я не унываю. Я старый сказочник, я много сказок знаю. Вот в этой песне последние слова О сбывшимися сказки не бывают, Несбывшиеся сказки забываю. Александр Качгалич, который был на моем первом концерте в жизни, В Доме из Кос, когда после вот этой тумары меня позвал так уж, Он сразу со мной познакомился, Ему понравились мои песни, Галич. Мы с ним были большие друзья, Очень много с ним общались, встречались с Галичем. И вот Галич сказал мне, Юра говорит, я бы эту фразу заменил. У тебя написано, А сбывшиеся сказки не бывают, Несбывшиеся сказки забываю. А я бы написал, А сбывшиеся сказки забывают. И мне показ действительно шире. Тут я про себя, А, конечно, глобальный, аж про космос. Ну, человек прилетел в космос, Перестал быть сказкой. Забыли, забывают, сбывшиеся. Спел на концерте, не моем. Не получается у меня так. Все говорят, Сангарич, не мое это все, Буду петь как раньше. И потом говорю, А сбывшиеся сказки не бывает, Откуда же не возьмутся, а сбывшиеся. Прав, Балгарич, Бывают несбывшиеся, Сбывшиеся сказки. Первое, что я попал в Париж. Второе, что я попал в Израиль. То есть сбывшиеся сказки, Которые казались не сбывшимися. Но, мало того, Я, когда попал в Париж, Я там снова сбылась еще одна сказка. Я снова встретил там Галича. Я был на его могиле. Меня повезли на клавице Сен-Жен-Евдюба, И там могила Галича. Я был на его могиле. И, мало того, Когда я приехал, Я снова встретился с Галичем. Ко мне приехала группа людей И попросила рассказать про Галича меня. Я рассказал, Не зная, что там будет дальше. Они снимали фильм О фестивале в Академии городки Новосибирска. Там был такой фестиваль, Который был разгромлен властями. Там из партии выиграли. Бурштейна, кстати, Который живет в Иерусалиме. Забретили его защищаться. Он теперь доктор наук. Германа Безносова. Всех выиграли из партии, Из работы, За то, что они привели Вот этот фестиваль Артерской песни, На котором присутствовал Галич. И вот об этом фильм снят. Запрещенные песенки назывался. Ко мне домой приехали, Я рассказывал. Они сказали, Мы тебя Галич показывать не будем. Не показай отрывки из фестиваля. Нужно было сказать им еще, Кто что поет. Я, значит, Все это сделал. И Игорь рассказал про Галича. И вдруг смотрю фильм. И показывает Самого Александра Николаевича, Который поет песни, Как раз тот момент, О котором я рассказывал. А рассказал такую историю. Когда был фестиваль, Из-за чего, собственно, Все началось-то. Был парад Оле. Первый день. Там на фестиваль Прибыли Редакции Комсомольской правды, Там газеты И три кинохроники. Московская, Светловская, Новосибирская Снимала вот этот парад Олега. Там мы все выходили И по две песни пересал. Наконец, город Кабул, Доми ученых был битком. И там одновременно Сидели еще Обком, Горком Все эти Новосибирские. Галичи сказали, Вы будете петь последнюю, Самый Каджич. Там Мы все по две песни, Вы будете петь три песни На параде. Я там подряд всех показываю. Пожалуйста, Не дразните гусей. Тут Обком, Горком, Там Фестиваль будет под угрозой. Спойте что-нибудь такое попроще. Про Рамонову, Ну там Или про физику. Галичи, Что ж я не понимаю, Что ли, Скал Галичи. Как шел, Как в последний бой. Выпил водки побольше, Галичи, Чтоб не страшно было. Вышел, Подошел к микрофону, Ввел глазами зал И сказал, Я спою песню В памяти Бориса Пастернака. Ничего себе полегче. Всем стало страшно сразу. Вот когда слушаешь, Я смотрел Дивизионный фильм, Смотрел, Да когда смотришь фильм, Мороз по коже идет. А что там, Когда вживую творилось, В такой-то обстановке, Сразу это, И сразу же потом Разгромились, Когда морозили. Ну вот, Короче говоря, Он спел песни, А у гроба встали мародеры, Несут почетный караул, Закричал Галич. И весь зал встал. Сидел только девять человек. Весь зал встал. И было сразу видно Взаимоотношение сил. Вот. После этого Галич поет вторую песню, Закон природы, Где о том, Что мост рушится, Если все шагают в ногу. Там, В общем, Галич кончает тем, Что надо шагать не в ногу. Ну вот. И третью песню поет он под Нарво. Мы похоронены где-то под Нарво. Охоте Хрущева на Лачей, В том месте, Где погибли солдаты. Кончается песня словами по лесу, С шумом гуляет охота, Трубят, Егерят, Галич. И вот он сказал, Трубят, В мертвой тишине вдруг взрывается осветительная лампа, Так с огромным звуком, Бах, Висящий прямо над ним там вверху. И стекла сипятся вниз. Весь зал аж подскочил, Галич даже не дрогнул. Трубят, Бум, Взрывает, Егерят. И когда мы шли домой, Это я все в фильме рассказываю. Когда мы шли домой, Галич мне говорит, Я говорю, Александр Николаевич, Мне показалось, Что у вас стреляли. Галич сказал, Ха-ха, Мне показалось, Что первый секретарь покончил с собой. Так важно пошел дальше. На следующий приходит, Юрий говорит, Пора линять, Пора линять. Сел на самолет и улетел в Москву скорее. Мы с ним выступали в 4 часа утра. С 8 до 4 мы сидели посередине зала, И весь народ сидел в зале, Заранее зашли, Чтобы концерт состоялся. А нас посадили в церковь, Чтобы нас милиция не вывела. И мы сидели там, И в 4 часа все-таки концерт состоялся. В 4 утра. Мы с 8 до 4 сидели, В 8 часов в зале спали, Чай берем. Галич. Вот. И еще вторая сказочная песня, Никакого отношения к Галичу не имеет. Это уже просто я из-за этой сказки. Песня «Маленький гном» называется. И всегда просят записками в зале, Почему-то ее любят. Маленький гном, Поправь колпачок, И брось не сердись, Разожми кулачок. Беги от людей, Мой маленький гном, Беги поскорей В свой старенький дом, Где по стенам вместо картин Гирлянды ненужных слов, Где мозаика и стекол окон Десятки волшебных снов И книги, рожденные сотнью Сказочно умных голов От Шарля Пэрро И до магизма основ. Маленький гном, Мой маленький гном, Поправь колпачок, Не топай ногой Потерял бы шмачок. Беги от людей, Мой маленький гном, Беги поскорей В свой старенький дом, Где по стенам вместо картин Нет, Где чай не в стаканах, А в чашечках чайных роз, Где веточка пихтой духи, А подарок ответ на вопрос, Где много неслышного смеха И много невидимых слез. И песни под звуки гитар, Мотыльков и стрекоз. Мой маленький гном, Поправь колпачок, И так не ругайся, Получишь щелчок. Беги от людей, Мой маленький гном, Беги поскорей В свой старенький дом, Нет, нет, я к тебе не пойду, Мой маленький гном, Я стар, я устал, Да и двигаться стал я с трудом, Я знаю твой год, Он всего от зари до зари, Мне тысяча лет, Потому лишь, что мне 33. Мой маленький гном, Поправь колпачок, И брось, не сердись, Разожми кулачок, Слезинки утри, Надень башмачок, И косу привычно Забрось за плечо. Да, я тут не прочитал, Да, вот это, ну ладно. Ну, еще одна детская песенка, Такая, цирковой вариант. Песня Клоуна. Я лицо мукою, Мелко и побелю, Я его покрашу, Яркой краской свежей, Я себя совсем, Совсем переменю, Здравствуйте, я снова На неже, Я поставлю чувства На голову с ног, От печали и смех, А радость от мучений Буду я смешней И неожиданней я снов, Буду интересней приключений. Шарик, что казался Сверху голубой, Поднесу, а он Зеленый, желтый, красный, И сомнение, радость, Горе и любовь Сделаю, как я, Простым и ясным. Если же внезапно Истинную грусть Как-нибудь случайным Жестом обнаружу, Я подпрыгну вверх, И я перевернусь, И тогда опять Вам буду нужен. А когда домой Вернетесь поздно вы, Спор обычный, Как всегда, Сменив на нежность, Кто-нибудь заметит, А ведь клоуны правы, Здравствуйте, я снова На манеже. Слава тут Хотел, наверное, Он, мне есть, Владыч? Слава, наверное, Хотел, чтобы я спел песню, Я спою, Я посеркнуть не собирался, Если я не запутаюсь, То спою. Нет, подскажу. Где вы близкие, Где чужие, Вот сколько дней, Я вас не вижу В памяти моей, Как пассажиры, Едете я дальше, Вы ближе, Все, что с вами связано, Так остро и добро приятней, Зло больнее Думать о других, Как это просто, Вот не думать, Это посложнее, Лучше буду Думать про себя я, Мол, я похож на непохожих, И других людей не замечаю, И вообще чихал я на прохожих сам себе, Кажусь я выше ростом, То грубей, Кажусь, а то нежнее, Думать о себе, Как это просто, Вот не думать, Это посложнее, Это все, Наверное, Нервы, Нервы, Я не первый, Думая о счастье, И вообще, Я далеко не первый, Первых слишком много, Слишком часто, Красный свет, Раздумья, Перекресток, Правда, Может, Оказаться ложью, Думать просто так, Совсем непросто, А не думать, Просто невозможно, Но еще один человек, Про которого я хотел рассказать, Но сначала я спою песню, Однажды я попал, То есть, Однажды я придумал мелодию, И она мне показалась трагедийной, Но ведь ситуация, В которую я попал, Была тоже не из веселых, Я попал в реанимацию из-за сердца, И лежа на этом реанимационном столе, На всякий случай, От нечего делать, Я придумал мелодию, Вот, А потом, Когда я оказался через два дня дома, Я уже все было в порядке, И через неделю, В два часа ночи, Я проснулся от того, Что меня разбудили слова, Они пришли ко мне во сне, Вместе с темой, Я проснулся, И записал на бумагу песню, Которая мне приснилась, А на следующий день утром, В девять часов, Я совершенно случайно узнал, В концерте, В будущем кабинете у директора, Что в эту ночь, В два часа как раз, Где-то умер Владимир Семенович Высоцкий, Которую я прекрасно знал, И с которым дожился вполне однократно, Вот, И это в этой песне ощущается, Впечатление такое, Как будто я уже знал, Хотя я ничего не знал, Это просто мистическое совпадение, А тема, Которая мне приснилась такая, Когда летишь на самолете, И смотришь в иллюминатор вниз на облака, Облачность под тобой плотная, Сверху солнца, Вот это бесконечное белое пространство, Освеченное солнцем, Как с каким-то населенным, Там должно что-то случиться, Вот такая тема, Не помнил я, куда летел, Не видел рядом спящих тел, С пробитой вестью головой, И безразлично, что живой, И безразлично, что живой. А подо мной белым бела, Равнина облаков плыла, И вижу сквозь нечеткость век, По ней плетется человек, По ней плетется человек. И стало мне пустынным дорог, Ведь это мой погибший друг, И холодочек по спине, Вот он махнул рукой у меня, Вот он махнул рукой у меня. Нет, это сон всему виной, И вновь все пусто подо мной, И боль укутал мысли шел, Куда он шел, куда он шел, К кому он шел, к кому он шел. И где б не сел мой самолет, Меня в пустыне этой ждет, Мой друг и ждет меня пока, Моя палатка в облаках, Моя палатка в облаках. У нас стрельба идет. А? Что и салют? Да, фейерверк. во как фейерверк не будет не ошибаюсь сейчас бедно ну вот дальше дальше с высоски у меня интересная история связана 25 июля исполняется его но дерево гибели а вот восемьдесят восьмом году сегодня да вот сегодня как раз вот правильно сегодня 24 есть все они погибли а я наказать неделю до этого попала приниматься живые 80 80 году а 8 восьмом году было сколько там 60 лет со дня 50 лет 38 до 50 лет со дня рождения высоцкого отмечалось в этом востоке мы сидели то его знал но президент так сказать выступали с рассказами до востоке все высоском с песнями показывали фильмы режиссеры актеры делились впечатлениями и вспоминаниями и к слайды но все было очень печально это был день рождения а мы привыкли вспоминать высоцкого день его гибели и получалось так как будто вот он умер в этот день все так от нас ушел одинокий грустный там никогда его высоской одинокими когда его не видел грустным ему грустить было просто не когда он три часа в сутки спал остальное время работал был работяга все вот я никогда не стакана в руке и разница высоски пил вообще я к слухи о том что он многие пил очень здорово преувеличены он пил редко но здорово но редко и он последние три года общение вот короче говоря высоцкий и вышел человек который показал слайд там такая фотография машина в кювете и он сказал что вот в этой машине высоски по печальную историю а я не одну был в этом деле участвовал непосредственно и никакого там печального не еще одно важное действующее лицо зовут его в их ресторана из петергофа ресторан парковый мой знакомый он конечно же официант он был боксер тяжелого веса в прошлом первого разряда и вот этот он официанткой службе уже заматерял ему 28 лет боксом грозил и стал такой крепкий мужчина с квадратным таким лицом с помятым носом короткая стрежка плечистый здоровый такой ему это шло на американца похож такой что у него нос помят такой весь даже ему то украшал его и он обладал плюс ко всем своим достоинством еще невероятной памятью не обремененные большими знаниями он значит запоминал все щита там сразу и кто-то ему подсунул песню высоску катушку он все это прослушал и все песни был потрясен и петь все песни запомнил они заполнили все его память не оставив живого места он потерял дар чаровичской речи он стал вид фразами из песен высоцкого к месту не к месту они из него выскакивали он встречал тебя пожимал руку и говорил о винтовку к тебе а послать тебя в бой это значило здравствуй дорогой давно тебя не видел все прекрасно понимали и у него была мечта хоть минуту постоять рядом с высоским вот юра сделай так чтобы я высоским быть минуту постоял я за это банкет на 200 перспон бесплатно закачу но я грязь не бог но когда получится и тут получается звонит высоский ко мне в петербург из ленинграда и юра приезжай будем вместе выступать в сосново а театр на таганке приехал на гастроли первый раз выступал в первой утилетке дневной спектакль и оттуда нас должны были забрать в сосново это корейский перешей 60 километров но меньше даже от ленинграда в лесу рядом с озером со сосновым лесу там на лоне природы четыре научно-исследовательских института решили устроить концерт высоского почему в лесу потому что в городе это не поощрялось его значит это была криминальная такая немножко детективная история мы значит когда приехали к высоской а матрова взял вот теперь твоя мечта вроде сбывается и мы поехали на машине матра взял такси мы из петербурга приехали в ленинград а это такси отпустили ждем высоского а было задумано так за нами уже стояла машина чтобы следить куда мы пойдем оба крыше чтобы поймать за руку высоского исполнения там и всех повязать но решили так стояло две машины одна была старенькая победа а другая была зеленый новенький жигули и в толпе людей после спектакла вышел высоска так окружился там прикрыли окружили обе машины они там сидят в маленькой машинке не знает куда высоский взял и сел в победу старых а мы смотрим зеленые жигули вел эти зеленые жигули миша краженовский который сейчас погиб его сожгли вместе с дачей он сгорел дотла тот по которому по коллекции которого выпущена пластинка на концертах высоского он это его коллекция записывал соску себя дома вот высоски про него песни написал очкастый частный собственник зеленых жигулях вот в эти зеленые жигули мы сели и наша квалькада поехала а за нами увязался вот этот оба хэсэс маленькой запорожья едем едем я не за нами но они до него не уйдут что-то раз и разъехать в разные стороны наша машина высоски направо а мы налево а и не знать какой высоски и так смекту на этом зеленых жигулях не старик же победе за нами а то уехала мы-то знаем куда ехать то нет не знаю они за нами поехали поехали там обогнали два раза посмотрели видят что там нет высоска от от отстави них нету рации и отстали уехать очень ничего них не вышло мы поехали едем по шоссе догоняем уже так уже на сосну вдруг видим машина с высоски в кювете но там не то что либо и так легли брюхом на это край ты я каналы заднее правое колесо еще крутится левое колесо отвалилось и валяется далеко то метров семейности за это собственно не и зарулили открыли никто не пострадал никаких там не сарапинки открывается дверь влезает высоски и идет прямо мимо на сторону ленинграда просто стремительным шагом чтобы играть пошел столица рубли но если подходит к этому колесу который валяется по нему ногой так треснула ведь да нет все в порядке сама отвалилась пошел обратно я говорю виктору к нам подходит игру матро знакомься твой звездный час наступил то значит протягивает руководить матро ведь виктор высокий володя стоит у него сбоку так как меня смотрю картина очень забавная было 37 градусов жары впервые у него такая была жара в июле месяце все это было страшная жара французский был легко одет в красные маечки в синих джинсах фирмы ли кедах и стоит там амадров как на свадьбу оделся на это свидание он надел черные лакированные ботинки великолепный костюм из тяжелого шестяного материала ударник называется затем белоснежную английскую рубашку французский галстук в общем лорд с причудами в такую жару и а высоких подросток вот где-то до уровня груди такой есть тоненький в жизни как он здесь углубишь вот это за и и мне показалось что матров похож на телохранителей с фильмов про гангстеров американских но я такой маленький главный а сзади идут такие фафра как черных лакировых ботинках с помятыми носами в галстках телохранителей дороги ну вот я говорю володя дарю телохранители он посмотрел на матров а он мне нравится а матров жалку лачи щит владимир семенович для за вас все разнесу только скажите и понравился высотком сразу визит я пойдем в лесок поговорим и последний в лес разговаривать о чем-то своем ну вот а в это время приехал мотоциклист соснова узнать почему задержка узнал поехал обратно и всех там был смерти напугал что чуть не разбился высот но сели мы все в эти зеленые жигури машинку бросили дороги поехали туда выезжаем на поляну стоит взволнованный народ а какой народ четыре не и и все голые там тоже в озере искупались там жара и они девочки в купальничках стройные молодые красивые ребята такие рослые плечистые сложены как аполлоны с бородами в очках красавцы водности окружая нашу эту самую машину открывается дверь выходит высотский он стоять на месте не может он делает шаг они отступают он еще шаг они еще отступают а сзади вылезает смывшийся с роли телохранителя матров тучей нависает над высотским говорит 20 метров 20 метров и народ на 20 метров растопается и по проходу идет высотский а сзади идет матов разгоняет народ последние расступились дальше еще идти некуда берег озера стоит на берег озера высотский дом высоких пол сзади стоит матов ждет указаний высотского по обе стороны стоит народ безмолвно ждет указаний матово никто ничего не говорит только с толпой такой голос володя может искупаешься да что действительно снимай себе маечку джинсы этикеты разбежался плюх в воду озера и нет его а все голые рассыпались по берегу и в озеро смотрят а там солнце отражается ничего не видно а когда человек под водой время идет иначе секунды кажется минутой и вот минуту нет высотского 2 нет высотского 3 нет высотского 4 нет высотского и все начинают цепенеть от ужаса и волосы медленно подниматься только лишь ты чуть не разбился теперь утонул но стоят голые и вдруг плюх такой матров во всем костюме в ботинках галстук на плаву плывет спасать высотского то есть инстинкт похоронитель сработал голова высотского появляется метрах семидесяти высотский я 70 метров могу пройти под водой он хорошо нырял действительно матров погреб обратно к берегу вылезает высотский видит совершенно сухих голых людей и абсолютно мокрого одетого матрова все сразу понял и говорит виктор только ты человек смотри сколько голых людей никто за мной не прыгнул кроме тебя пойдем лучше в лесок поговорим и пошли они опять в лес разговаривать потом высотский пел а матров сидел там так было бугор такой все сидели как вот как вот здесь витяна на все на бугре на этом а внизу стоял высотский пел микрофон был от машины сделан динамик весельный рев и на месте он пел а посередине голых людей всех сидел матров он только пиджак снял он сел в белой рубашке у галстук брюк все там а высотский на него пел пил по моему мы выпили немного скажи серега матрова тут уж я-то знаю вдруг они не пили конечно обратно ехали вместе машине высотский был страшно весел трепался без конца матров задавал ему вопросы он наглый как танк официанты на все самые неприличные вопросы соски охотно отвечал он он так где-то я считал статью что высотки где из него монумент делали что он никогда за всю свою жизнь не сказал ни одного слова неправды это наверное в песнях потому что здесь дорогу ни одного слова правда не сказал это точно так заливала по матру он понимал на кого работает а матов мыс мишек женоский два машины вел я тоже два смех сдерживал но боялся поскольку я засмеюсь матров тут же звук выключит и должен боксер а это самое а он всему верил а высотский понимал это и работал ли он как губка в петлю памятные богатые то есть он принял его в театр работать смотрит вектор слушай поступай к нам в театр антаганку такой видный мужчина артистом будешь матрик то что у вас в 4 класса образование два года тюрьмы куда мне только дубровость у нас любимых по секундомеру принимает за 7 секунд полигонали пробежишь сцену артист за 6 народного даду и матров согласился артистом какие там банкеты какие банкеты матров месяц не работал он сидел в своем ресторане одеты красиво вокруг висанты за ним все носились и делали а к делегации шли приходите газ цель коньяк на стол вектора вашего ваннычем стал вектора ваш расскажите как вы с высотским встречались вот так пил коньячок закусал пока не выпьет и рассказывал потом убираться давай следующий следует и так целый месяц так же соскому дал много работы ну вот я сейчас пою песенку которая связана с высотским другим боком я даже получил зале записку где было написано так не вашу ли песню поет высоко упоминает высотский свои песни цитата из высотского цитата такая виск тормозов мне как роман с проте рубля а у меня есть такой роман с 30 лет назад я написал маленькую такую петюлечку и и спел от романса и она мне понравилась я тут больше я никогда не пел возможно она осталась где-то на записи что вряд ли высотский вряд ли я знал но я подумал а вдруг действительно мастер использовал мою песню для одной фразы своей это железно я решил эту песенку петь чтобы все-таки показать что у меня то там звучало и такой старинный грустный печальный роман с когда ты рубля еще были большие деньги сегодня обнаружил ровно 8 что потерял единственный трояк я произнес слова что произносят босой ногой споткнувшись ночью о рояль а мимо люди шли и песни пели и был неудержим людской поток а я стоял как холодильник на панели не нужен абсолютно пуст и одинок за что за что мне сразу все напасти я погрозил пространство кулаком луне я крикнула да твое счастье что я уже давно с тобой знаком вот так всегда сначала все находишь еще чуть-чуть покрутится земля и все теряешь и друзья уходят вчера тебя сегодня три рубля но песенка из кинофильма меня в кино сняли в художественном фильме в документальном рано ладно но я попал в художественный фильм студия довженко режиссер петра солдатенков из ленинграда в главной роли олег митяев олега митяева вы знаете по песне как здорово как здорово что все мы здесь сегодня собрались это песня олега митяева он сказал олег однажды в концепте что это он выступал в зоне для зеков с этой песней и она за кому очень понравился но даже не успех как здорово что все мы здесь сегодня собрались вот он там по фильму ходит по стране в поисках смысла жизни и попадает в разные разные ситуации то крокерам тот металлистам кто к нудистам кто наркоманам кто к химпи в общем ко всяким разным молодежным таким прослойкам и попадает к нам иногда как к анти порогу он приходит дольскому на концерт тот выходит за кулисой рассказа разговаривает с ним поет ему песню потом приходит ко мне снимали у меня дома я сидел развалясь в вальяжно на диване олег сел напротив сдавал вопросы по сценарию я отвечал свободном полете я себя учил роль это было бы фальшиво и это вошло в фильм фильм снимали долгие года три никак не могли сдать этот фильм то одно решает два худсовета и кусает киеве другой москве то одно то другое там я про галича рассказал что там олег митяев спрашивает мне сказали вырезать это галича еще не окончательно реабилитированы шли страны было пять назад ну и так все представилось и вот наконец там была такая сцена олег митяев идет по развалинам замка по руинам каким-то спускается в подвал камера за ним видят там в углу подвала дверь металлическая вся в паутине крысы какие-то бегают там бутылки с подводки валяются окурки бумага какая-то грязность он открывает дверь со скрипом и заглядывает туда в подвал камера снимает изнутри он что-то там видел испугался глаза выглядел камера поворачивается и видно что чего он испугался со всех углов этого подвала с гитарами наперевес вместо лент патронташи в рваных майках не не бритый с волосами длинными грязные какие-то джинсы рваные группа д д т шевчука рокеры и поют шучу предчувствие гражданской войны так на него ну тут испугаешься и потом и мы место в подвале так специально раз сделали как это в москве не понравилось куцель сказали вынуть их с подвала постричь помыть побрить одеть почище аккуратненько из хорошей песни другое место а режиссеру все это надоело же на терминку он взял монтажа вырежет весь этот эпизод и выкинь и склей концами на тому тем более это устало же не надо а тому-то тем более наплевать он технический исполнитель вырежу склеил я пошел смотреть себя просмотр этот фильм идет в большом зале там совета с публикой я пошел смотреть себя где-то меня показывает фильм я знал примерно значит фильм идет меня все нету 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 и вдруг олег митяевность идет по замку спускаюсь в подвал там грязная дверь какая-то крыса приводка открывайся камера поворачивается и сижу я у себя дома на диване фильм снят на реальной основе и все правда и все теперь думают что я бомж жил в грязном подвале там крысы бегут водка вот с железной дверью с паутиной я жил у меня квартира одна комната на 6 этаже ну вот песня из этого кинофильма и эту песню я придумал долг митяева еще задолго а в этом фильме я поеду песни ему эта песня как обращение к самому себе у меня была написана туре ничего ничего все пройдет перестань ты же в дальних дорогах справлялся с собой просто-напросто ты постарел и устал не поешь про туманы и чью-то любовь посмотри как с деревьев слетает листва к сердцу слишком уж близко ты стал принимать и ворчание дождя и чужие слова продолжается жизнь не сходи же с ума закури сигарету пройдись под дождем как и раньше на помощь к себе не зови люди сами придут а пока подождем как шутили друзья так о вас и лови помолчи над ночной упритихшей невой дождь прошел огонек кто-то тоже не спит вот и все потихонечку песню забой возвращайся домой все пройдет потерпи но пора исчезнуть наш наш встреча подошла к концу я на самом деле выпутил всю воду которая у меня есть я перед вас стою ногах так что состоит на 90 процентов из воды у меня осталось у меня 10 процентов так и я спою песням которые всегда заканчиваю концерты эта песня с такими словами после которых надо сразу уходить называется она романс на это не название качество скорее вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк но мне вы не верьте не верьте я такой я взял и ушел вы мне дороги тем что рады и доверчивы и нежны а я очень боюсь парада доказательств чьей-то вины не хочу я бродить по свету а на месте сидеть не могу вот иду и беседую с ветром я его никогда не лгу а себя я люблю не очень и других я не очень люблю мне бы знать о чем думают ночи и что грезится кораблю и чем горы важнее всех на свете и что это совсем не беда есть красивые взрослые дети и играют они в поезда и что берег не место для встречи а скорее начало пути и что прыгнувший в небо кузнечик обязательно вниз прилетит и что радость бывает от боли и бывает от радости боль и что кролик всего только кролик а король он и голый король нахожу на дорогах подковы заполняю собой города человек из меня толповый не получится никогда вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк ну а мне вы не верьте не верьте я такой я взял душу спасибо спасибо большое за терпение такую дорогу мы так нервные тихости лет спасибо большое до свидания до новых встреч 0